С глубокой древности человечеству известна профессия кузнеца. Археологами найдены горные, возраст которых более пяти тысяч лет. Считалось, что мастера находятся под покровительством бога-сварога и могут излечивать болезни, ворожить и отгонять нечистую силу. Ковка казалась таинственным делом, связанным с магией. Сейчас кузнецы используют молотые прессы, создают изделия из разных видов стали. Они работают с раскаточными станками, собирают крупные заготовки. Частичная механизация позволяет мастерам творить в промышленных масштабах. В то же время есть те, для кого ковка – это хобби. Иван Викторов познакомился с молотом и наковальней еще в детстве. Впервые разжег горн в 14 лет. Рядом был дедушка. Он и привил интерес к необычному увлечению. Прошел через множество проб и ошибок, в какой-то момент даже брал перерыв. Переломный момент – приход в исторический клуб. Там он серьезно увлекся металлом и вооружением. Этот шлем я сделал в 16 лет. Точнее, попытка была сделать. Делал его довольно-таки долго. Ну, потом как бы много недоработок. Попытка была в Вейсгарда 6. Была попытка реконструкции. Как память себе оставил. Ну и потом все больше и больше, сложнее и сложнее. В жизни Ивана Викторова был период, когда хобби превратилось в работу. Но тогда пропала и романтика ремесла. Сейчас за городом у него маленькая кузня. В ней мужчина может проводить до 8 часов в день. Иногда делает что-то для дома или на заказ – котлы, оконные рамы, решетки. Но самая большая любовь – историческая реконструкция. Доспехи, сабли, мечи – есть место для полета фантазии. В доспехе самое сложное – это геометрия и симметрия. Чтобы это было и красиво, и безвыбойно, чтобы это не было похоже на кусок ржавого металла. А в оружейном деле самое сложное – это отделка, безусловно. Можно сделать хороший, качественный металл, но эстетически это будет, ну, как ржавая полка. Главная поддержка увлечения кузнеца – военно-исторический клуб «Газдава». Коллектив занимается реконструкцией, выступает на фестивалях и городских праздниках. В арсенале – военная амуниция, созданная руками участников. Здесь же и реплики оружия. Больше 40 единиц. Все – творения Ивана Викторова. Элемент вооружения и произведения искусства. Это сабля образца 17 века. Длина лезвия – 85 сантиметров. Вес – около килограмма. Оружие – визитная карточка войск Речи Посполитой. На создание у мастера ушло около месяца. В этом году «Газдавы» – юбилейный 20-й год. За плечами участников десятки постановочных сражений и военных реконструкций. Булатные мечи, дамасские сабли, доспехи – в них уже давно нет необходимости. Однако Иван Викторов уверен – магию живой кузни не вытеснить временем и технологиями. Карина Гуревич, Станислав Чичерин, Максим Галеонко. Итоги недели.